Грузовой автомобиль ЗИЛ-131 получился машиной во многом удачной. Он обладал приемлемой грузоподъемностью и проходимостью, был относительно надежен и неприхотлив в обслуживании. Но имелся у автомобиля и существенный недостаток, его двигатель. Шестилитровый бензиновый V8 потреблял немалое количество топлива. И если в начале 60-х в СССР экономичность грузовых автомобилей была не в приоритете, то к середине 70-х в стране заговорили о массовой дизелизации автопарка, в том числе и военного. Так родился дизельный ЗИЛ-131М. В 1978 году управлением конструкторских и экспериментальных работ был построен опытный ЗИЛ-131М с двигателем ЗИЛ-6451. Он представлял собой дефорсированную версию ЗИЛ-645 мощностью 170 л.с. и выдавал 490 ньютон-метров крутящего момента. Важнейшим свойством мотора стала его многотопливность. Другими словами, ЗИЛ-6451 без особых проблем мог работать на керосине, дизельном топливе, бензине либо смеси из этих видов горючего. ЗИЛ-131М от обычного 130-го можно было отличить по удлиненному моторному отсеку и новым приборам головного света. В кабине вместо стандартной находилась камазовская комбинация приборов, руль и сидений водителя с возможностью регулировки по высоте, длиннее и наклону спинки. В 1984 году после проведенных испытаний выяснилось, что ЗИЛ-131М по ряду параметров существенно превосходит ЗИЛ-131. За счет лучшей экономичности, по контрольному расходу 131М имел запас хода в 1180 км, что почти на 300 км больше, чем у ЗИЛ-131. Разительно отличался и эксплуатационный расход. По грунтовым дорогам ЗИЛ-131М в среднем расходовал 38,9 литра солярки на 100 км, тогда как 131-й потреблял 59,9 литров бензина на сотню. В общем, экономическая целесообразность перевода ЗИЛ-131 на дизель была очевидна. Вот только к середине 80-х ЗИЛ все еще не смог освоить поточное производство дизельных моторов. Да и надежность их по-прежнему оставляла желать лучшего. В 1985 году разработку по теме ЗИЛ-131М остановили. Однако от разработки трехосных полнопроводников с дизельным двигателем ЗИЛ не отказался, и в середине 90-х представил ЗИЛ-433-420. Но это уже совсем другая история. А вам приходилось видеть дизельный автомобиль ЗИЛ-131, напишите в комментариях.